как вы думаете почему некоторые мистические версии называются error если так подумать то префикс в названии версии error уже дает понять что в версии будет твориться полная дичь в большинстве случаев это именно так и бывает и сегодня мы поговорим о 8 error версиях майнкрафта и error 633 одна из старейших мистических версий создателем версии является дуднак в главном меню уже происходит полная чертовщина на фоне меню играет реверсированная пластинка 13 мистика в этой версии происходит очень неожиданно и это нагнетает жуткую атмосферу в любой момент может день смениться на ночь появится крест произойти взрыв могут выпасть все предметы из инвентаря с громким звуком но это всего ничего по сравнению с тем что может произойти в один момент тебя не должно быть здесь error 1624 это мистический мод на майнкрафт 1 16 5 при заходе в игру с этим модом нас встречает очень искаженное меню когда вы зайдете в мир то игрок сам по себе уже будет мертв на экране появится странная картинка и начнет играть какая-то музыка все текстуры в игре также потерпели изменения после возрождения на вас сразу наложится эффект слепоты со временем в мире начнет появляться существо которое не будет давать покоя игроку всячески пытаясь из-под тяжка напасть и убить при этом угрожая в чате если попробовать убить эту сущность то с нее выпадет предмет наименованная как ошибка 6 одна из самых эффектных мистических версий также первая китайская версия первое упоминание о которой появилась 25 июня 21 года создана версия пользователями майнкрафт кухей и нулптр на протяжении часа вас будет терроризировать мистика всякие гличи подбрасывание в небо игрока спавн враждебных мобов на мирной сложности и тому подобная мистика заставит вас попотеть думаю каждый из вас знает что тут последовательно может произойти привет я ошибка 137 ты хочешь получить 100 а error 137 . exe это обновленное издание предыдущей версии зайдя в версию вы сразу заметите странные помехи в области всего экрана в мирах можно найти бесконечное количество парящих кактусов разные кресты с табличками на них а также деревья без листвы время от времени внимание спидранера может привлечь живые валяющиеся на земле предметы которые могут толкаться бегать и атаковать игрока пройдясь по самой мистике я хочу отметить что тут ее в разы больше с наступлением ночи вы вероятно заметите очень странную луну в любой момент может произойти идентичный глич из первоначальной версии однако окно игры откроется на весь экран а чтобы вы не расслаблялись версия вас может подбросить в небо может игрока что-то подорвать произойти тряска экрана ну и в конце концов финальная стадия версии покажет вам свою мощь а вот я и а а а а а а Знаменитая версия Error 422. Версия появилась 25 января 2020 года. Как обычно нас приветствует искаженное меню и жуткий саундтрек из японской игры Yami Nikki. Также все кнопки здесь глючат и дергаются. После создания мира вам сразу бросится в глаза глючнутый хат-бар и сверху наложенный шум. В первое время в мире будет спокойно, однако это всего лишь затишье перед бурей. На протяжении всей игры вас будут преследовать жуткие баги, такие как прибавление опыта. Вместо поставленного блока может появиться совершенно другой. Наложение разных эффектов. С неким шансом название предметов могут глючить. Также главной фишкой версии является большое количество кактусов в небе. Ну и рано или поздно антагонист версии даст вам о себе знать, проектируя это гличами. Первое свидетельство об этой версии появилось 9 июля, прошлого года. При заходе в версию, трудно не заметить испорченный логотип Моджанга, после которого происходит звуковой глич, который сменяется помехами, после этого нас встречает еще более сломанное главное меню, нежели меню оригинала этой версии. С кнопками здесь также творится полная ахинея. Касательно самой мистики в версии. Думаю, максимально странная генерация мира и более дерганный хот-бар не останутся незамеченными. В один момент появившийся туман или же сильно уменьшенная прорисовка заставит вас как следует поднапрячься. Всю мистику я вам не буду раскрывать, так как версия достаточно свежая и вам самим стоит поиграть в нее. Но одно скажу точно, антагонист этой версии крайне агрессивен к игроку, и вот что произойдет, если вам повезет с ним столкнуться. Бета 1.9 при релиз 7 или же иными словами, Error 845 появился 25 декабря 2021 года. Как и в любой версии нашего топа, главное меню здесь также потрепано, иконка Майнкрафта время от времени дергается, фон переливается разными цветными пикселями. И непонятный трек играет на фоне главного меню. И я больше скажу, этот трек опять-таки был взят из японской игры Яминики. После создания мира, ваше внимание, привлечет ваш нестандартный скин, и да, в этой версии после каждого захода в мир, ваш скин будет меняться на любой скин покалеченного моба. Миф, в этой версии, настроен враждебно к игроку, и будет практически сразу действовать, накладывая на вас разные гличи. И время от времени Миф доберется до вас. Как по мне, это одна из лучших мистических версий, в которую я играл, потому что может произойти практически все что угодно, и когда угодно. Вот мы и добрались до самой крутой по моему мнению, эрор версии, в этом топе. На первый взгляд может показаться, что это улучшенная версия Эрора 422, но время золото, ибо не просто так обрелось куча слухов о том, что версия может вести себя, как будто в ней есть вирусы, которых естественно там нет. Но сами эти происшествия выглядят очень эффектно. Но и кроме этого, в версии еще есть немало мистики, которая в силах вас удивить. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Играет музыка Всем спасибо за просмотр. А все эти версии не в ограниченном доступе, и можно скачать их по ссылке в описании. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok